Крутильные колебания Причем верхнее крепление проволоки жесткое, она здесь поворачиваться не может. Нижнее крепление проволоки свободное, здесь она может поворачиваться. Поэтому при повороте стержня закручивается только верхняя часть проволоки, которую я буду называть рабочей частью проволоки. С одной стороны, такое движение есть не что иное, как вращение. Но только вращение с переменной как по величине, так и по направлению угловой скоростью. А с другой стороны, это явно периодический процесс. Но что касается вращения, можно сказать проще, крутится стержень и колеблется. Отсюда и термин – крутильные колебания. Общепринятый термин. Есть практически полная аналогия между крутильными колебаниями и обычными линейными колебаниями тела, закрепленного на пружине. Если сместить это тело из положения равновесия на дельта х, возникает возвращающая сила, направленная в сторону противоположную перемещению тела и пропорциональная этому перемещению. Коэффициент пропорциональности – это жесткость пружины К. Повороте стержня на угол дельта Фи и, соответственно, закручивание рабочей части проволоки на этот угол, возникает возвращающий момент сил, который направлен в сторону противоположную закручиванию и пропорционален углу закручивания рабочей части проволоки. Собственная частота колебаний тела на пружине – это корень квадратный изотношения жесткости пружины к массе тела. Собственная частота крутильных колебаний – это корень квадратный изотношения коэффициента пропорциональности К' к моменту инерции. Давайте для начала проследите, пожалуйста, с какой частотой, ну и с каким периодом колеблется этот стержень. Я уменьшу его в момент инерции. Для этого переместим грузы поближе к оси вращения. Частота колебаний заметно возросла. Теперь давайте поднимем стержень вверх. Мы укоротим рабочую часть проволоки. Жесткость ее по отношению к скручиванию возрастет. Коэффициент К' в тех формулах, что на доске, возрастет. Вот. Посмотрим, как будет колебаться стержень. Частота колебаний стала еще больше. Ну, наконец, можно опустить вниз при том же расстоянии от тел до оси, чтобы еще раз сравнить частоту колебаний в верхнем положении и в нижнем положении. Субтитры создавал DimaTorzok